Всем приветики, мои любимые подписчики-котятки. Недавно мне предлагали одну тему для обзора. Тема очень серьезная, тема очень страшная на самом деле, тема очень неприятная. Девочки, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а иначе вас тоже похитят поздно ночью. Обвинения там были серьезные, и поведение у неформала максимально странное, поэтому человек это, по моему скромному мнению, омерзительный. Приветствую вас, друзья. Этот ролик будет не смешным, он будет без шуток, потому что, ну, я, во-первых, не в настроении сейчас шутить, потому что тема довольно серьезная, довольно неприятная, жуткая, страшная, как, в принципе, и сам блогер, о котором мы сейчас с вами поговорим. Дело в том, что 4 марта в телеграм-канале Екатерины Мизулиной была опубликована запись, что блогер-неформал, он же Евгений Егоров, задержан по статье 135, часть 3 УК РФ. Дело уже возбуждено, и прецеденты были. Более того, уже установлена как минимум одна несовершеннолетняя потерпевшая. Помнится, на этом канале уже выходил обзор на неформала, тогда он был шуточным, тогда он был по заявкам, потому что мало кто из нас знал, что из себя на самом деле представляет Евгений Егоров. Как вы уже поняли, это его настоящее имя. Уже значительно позже, чем вышел этот обзор на неформала, а именно прошлым летом, моя подписчица скинула мне ссылку на его телеграм-канал. Если коротко пересказать нашу с ней переписку, то мы обе пребывали в шоке от того, что этот человек в этом телеграм-канале публикует. К счастью или, к сожалению, неформал почистил свой телеграм-канал, и больше доказательств того, какой он на самом деле омерзительный и неприятный человек, это еще мягко говоря, не будет, кроме тех скринов, которые мне еще тогда летом выслала любезно моя подписчица. Постараюсь сейчас коротко и максимально аккуратно перечислить лишь малую часть того, что он публиковал в этом телеграм-канале, потому что, ну, все мы понимаем, ютаб, правила, особенно в отношении детей, такое публиковать нельзя. В телеграм-каналах, видимо, можно, к сожалению. Писал он там о своей жизни, о том, как ему тяжело, о своих каких-то довольно поверхностных рефлексиях, в перемешку с постами, где он публиковал фотки несовершеннолетних своих подписчиц с похабными подписями. Он слал их куда подальше, естественно, матом, ну, конечно, что еще делать со своими несовершеннолетними подписчицами? Конечно же, слать матом. И еще заигрывать, шутить про то, что они типа встречаются, опять же, фотки их публиковать. Все это он выкладывал в свой телеграм-канал. Чаще всего в его постах, по крайней мере, это было так, летом, фигурировали две девочки. Одной из них на тот момент было 15, сейчас ей уже 16 лет, а другой 12 или 13. Я проверила их профили, это настоящие люди, это никакой не фэк, никакой не хайп, никакая не постанова, никакой не рофл. Потому что, ну, вдруг сейчас появятся те самые люди, которые любят многих этим оправдывать. Это не так, это настоящие девочки. Ну, а если есть люди, они есть, которым профов недостаточно, и это правда так, то я сейчас ставлю скрин в комментариях под постом одной из этих девочек, и там официальная страница неформала, то есть... Ну, то есть неформал со своей официальной странички комментировал запись какой-то несовершеннолетней девочки, что уже как бы странно. Ладно, если бы он написал ей там что-то приятное, типа, дань уважения подписчикам, или как бы внимания уделить, показать какую-то там, не знаю, близкую связь между тобой и аудиторией. Но нет, он написал что-то про Шизу. Великолепное взаимодействие с аудиторией детей. Класс. Но как бы он, правда, с какого-то перепугу решил, что это полностью адекватная история так себя вести и поступать с детьми. Я уже не говорю о том, что это его аудитория. В первую очередь это дети, ну, как максимум, подростки. Это я еще не говорю о том, что уже установлена потерпевшая, которая 10 лет. Поэтому вообще нет никаких оправданий и не может быть этому человеку. Самое ужасное в этой ситуации было, когда я заходила в комментарии под постами в его телекрам-канале. Там сидели одни дети и полностью поддерживали все то, что говорит, пишет, произносит в голосовых. Неформал. На самом деле это не мудрено, потому что они дети. И, наверное, не до конца они понимали, во что их вовлек их любимый блогер, но все же это как бы тоже неадекватное поведение. И вот я уверена, найдутся все-таки неадекваты, которые в комментариях под этим роликом будут писать «Это рофл, ты ничего не понимаешь». Дело в том, что когда ты блогер, делающий контент, направленный на детскую аудиторию, а неформал делал контент, направленный на детскую аудиторию, надеюсь, он больше его не будет делать никогда, ты не имеешь права публиковать такое. Не имеешь права материть их в голосовых, не имеешь права даже как-то с ними заигрывать, когда ты делаешь детский контент. И в этой ситуации, я сейчас скажу, наверное, о том, что небо голубое, но, в общем-то, не имеет значения, как ты относишься к своей аудитории. Тебе на нее наплевать, тебе она не нравится. В этом-то, собственно, разницы никакой нет. Если ты делаешь детский контент, то ты ему соответствуешь и не публикуешь фотки своих несовершеннолетних подписчиц со всякими странными надписями. Это ненормально. Теперь, наверное, стоит вернуться к тому, почему я вообще так долго об этом молчала, хотя я знала об этой ситуации, о том, что происходит в телеграм-канале неформала, с лета. Потому что, когда я об этом узнала, это было лето. Это был самый пик популярности таких мерзких трэш-блогеров, как Сплитика и Хилми. То есть, они были самыми популярными и самыми обсуждаемыми тогда. В первое мгновение, когда я об этом узнала, я, конечно же, подумала, надо снять, надо это обсудить, надо привлечь внимание к проблеме. А потом я подумала, а что если я привлеку внимание не к проблеме, а к неформалу, и он станет таким же трэш-блогером, но для многих клоуном и рофлером, как Сплитика и Хилми. То есть, я побоялась, что я тем самым усугублю эту и так тяжелую, сложную, омерзительную ситуацию, привлекая внимание не к проблеме, а к фрику, тем самым давая ему какую-никакую популярность и обсуждаемость в интернете. Ну а сейчас он задержан, и я надеюсь, что он будет посажен. Я правда на это очень надеюсь, потому что такое поведение неприемлемо. И то, что его задержали, это абсолютно справедливо. Ну а сейчас, наверное, ближе к концу к этому видосу, хочу обратиться к детям. Ребят, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратными, смотря тех людей, на которых вы подписаны. Если они творят какой-то трэш, какую-то мерзость, какую-то непотребщину, то это не рофл, это такие люди. Ничего хорошего, ничего полезного он вам не расскажет и не донесет ни в коем случае. Ну и, конечно же, в интернете не общайтесь со взрослыми парнями, потому что он может оказаться неформалом. Ролик, наверное, вышел какой-то негативный, непозитивный. Ну а как на эту ситуацию реагировать? Позитивно, по-вашему? Ну смешно. Ладно, больше мне сказать нечего. Опять же повторюсь, надеюсь, его посадят. Всем пока.